Всем привет, ребятули! Вы на канале Просто Play4U и сегодня с нами наша любимая Arena Online Dragon Age И в этом выпуске мы с вами поговорим немножко о кланах Какие бонусы они дают, зачем они вообще нужны и есть ли какой-нибудь смысл вступать в тот или иной клан Так что, ребятки, всем, кому интересно мое мнение, присаживаемся поудобнее Берем с собой для просмотра какие-нибудь вкусняшки Я люблю смотреть видосики под чайочек Желаю всем приятного просмотра и полетели! Ну что, ребятки, пока я бью репутацию братства немножко расскажу вам о кланах Кстати, пару слов репутации я уже набил 758 ловцы нежити и 536 брат по крови Нужно припотеть на этой неделе, чтобы в субботу уже попасть на великий поход И знать для вас видосик о этом же походе Что он из себя представляет, зачем он нужен, какие там награды, что там, да, как Что касается кланов, ребятки, как вы уже видите на ваших экранах, я создал свой клан Вот такой вот у него значочек Называется он New Generation 21 Просто New Generation была занята Обсуждали, с новыми игроками мы обсуждали, как создать клан В принципе, название не столь важно В арене огромнейшее количество разных кланов с разными значками, которые просто-напросто заброшены Они были созданы Но в связи с тем, что большинство игроков уже покинули проект Забили на арену, кланы так же само просто валяются в архиве, скажем так Никаких бонусов клан вам не даст Нет тут здесь ни квестов клановых Ни бонусов, ни соревнований, не знаю, как правильно сказать Если сравнивать, допустим, арену онлайн с теми же самыми викингами War of Clans Или с Lords of Mobile То там есть целые клановые испытания, целые клановые квесты И там развиваться без клана практически невозможно То есть вы хотите, не хотите, вам нужно обязательно искать клан Вступать и вместе, всем вместе развиваться Проходить испытания, квесты, участвовать в разных ивентах И тогда успешно вы все вместе будете развиваться Здесь такого нету Здесь вы можете просто создать персонажа И сами потихоньку, помаленьку развиваться Никаких бонусов клан вам не даст Здесь кланы больше ценятся в плане общения То есть вы можете в клане найти себе людей по интересам И уже вечерком вместе через скайпик, через дискордик Или как удобно заходить Обсуждать ту же самую аренку Обсуждать жизнь И вдвоем, втроем, в пятером, в десятером Не знаю сколько у вас соберется Успешно Общаться, играть и развиваться Так в принципе большинство и делает Поскольку одному играть как бы скучно А уже толпой веселее Когда ты заходишь, спрашиваешь как дела И тут понеслась В одного хорошо, в другого плохо В одного плюс 10, в того второго минус 30 У кого-то снег выпал и так дальше Понеслось Шуточки, прикольчики Кто-то по игре подскажет Кто-то чем-то поможет Шмоткой Кто-то советом И в принципе вроде бы Играть веселее и интереснее Да ладно Поэтому было принято решение Мною лично в том числе Создать клан Гениально Вот он New Generation Есть я и есть 4 новых игрока Которые вот только начали играть Есть еще парочка игроков Которых я тоже приму клан Которые вот тоже буквально в этом году Или вернулись Или начали заново играть Поэтому А так в принципе ребятки И старые и новые Всем кому скучно играть в одиночку Милости прошу клан Вот набор клан есть С радостью всех приму Есть группа в телеграме Есть чат в дискорде Так что ребятки Можем там общаться Можем обсуждать планы По развитию канала Игрухи наши любимые Будем как-то вместе Развиваться Одеваться И чему-то стремиться Кланов огромнейшее количество И кланы нужны лишь для осад Для осад Для похода В походе участвуют 3 расы В сундуках Там в принципе тоже не столь важно Кто возьмет сундук Там может взять один игрок Там кланы не важны Важны лишь кланы на осадах Для набивания мешочков с кастлерами И не только Там еще есть пару Там еще шмотки можно сделать Ну а так в принципе чисто для мешочков с кастлерами Нужны кланы Для часовой осады И в принципе больше они И на-ни-на Если честно Если честно и откровенно Называть вещи своими Именами Ребятки То в арене кланы Абсолютно не нужны Так чисто Чисто под значочек С ребятками вечерком Пообщаться Побегать Повеселиться Поприкалываться И вместе поиграть Так что ребятки Вот такой он будет Развлекательно Развивательный канал New Generation 21 Всех Всех Всем буду рад ребятки Если честно Вступаем Пишите всех с радостью Прямо будем вместе Шпилить Играть Общаться Качаться Развиваться Сейчас у меня в планах Добить репутацию Ну и конечно же Будем плавно переходить Делать шмотки И тащить Ледяные чертоги Пора уже Пора уже начинать Пора уже Кстати качать Левел 35 Делать мантию Миротворца Искать амулет С леса Кто бы продал Его конечно Пока Пока что то глухо В чате Писал писал Так никто и не ответил Раньше видео За 15 пт Но не забрал Так что ребятки В следующих видосах Будем уже Перейдем На разбор шмотья Что стоит делать Новичку В первую очередь Шмотки для лутера Шмотки для лучника Для контактника Для мага А это все мы будем Суждать в следующих В видеороликах Расскажу вам Покажу где можно Взять времени Шмотки Где можно сделать Постоянные Сколько это Будет стоить И так далее И тому подобное Подробно подойдем К шмотью И дальше Будем тестить чертоги На 35 уровне И так же Ребятки Расскажу вам Подробно О том Почему Почему стоит Играть на 29 уровне И почему стоит Играть на 30 уровне Какие есть Преимущества игры На 29 И какие есть На 35 Если вы планируете Скажем так Развиваться до 46 То я бы рекомендовал Вам Брать 35 Конечно же Качать репутацию Ну и дальше Буду рассказывать Про шмотки И чем дальше Заниматься Как дальше двигаться По развитию Так что Ребятки Всем кому интересно Обязательно Подписывайтесь на канал Впереди у нас Будет видосик О Лордс мобайл Кстати ребятки Кому интересна Игруха Лордс мобайл Пишите в комментариях Я сейчас активно Тащу ПГ Поручение гильдии Всем кому интересно Обязательно Пишите Чтоб я знал Сколько вас Стоит ли Активно Продолжать Задродить В Лордс мобайл Что я не понял Ну а так ребятки Стараюсь Снимаю видосики Каждые два дня Качаю персонажей В особенности Тащу Паулю Паулю Тащу хранителя И качаю С нуля ППФУ Так что ребятки Всем кому интересен Данный проект Обязательно Подпишитесь на канал Ставьте лайк Пишите комментарии Принимайте активное Участие в жизни Канала Ну и я буду радовать вас Новыми видосиками Каждые два дня Всем большое спасибо За внимание Всем конечно же Счастья Здоровья И конечно увидимся скоро Через 2 days Всем пока